Всем привет друзья, с вами Варчик, в этом видео поговорим про ошибочки в боях, которые у вас встречаются, реплейчик, который вы мне прислали, будем его разбирать. Здесь будет довольно таки много ошибок, но самое яркое, которое хочу вам рассказать, это когда у игрока отсутствует реакция на события в бою, особенно на миникарте. Человек не проверяет эти события и соответственно даже не доходит до этапа, а что с ними делать с этими событиями, как с ними взаимодействовать. Итак, какова наша задача в бою в картошке? Это не получать люлей от врагов, но самому надавать всем, кому можно пиздюлей, накидать урона, не сдохнуть, занять хорошую позицию, поучаствовать активно в бою, сбивать захват, если приехали, либо захватывать самому, если это приведет к победе. Но для того, чтобы самому не получать, а врагам давать урон, нам нужно проверять все события в бою, которые происходят на миникарте. Для этого, во-первых, нужно на нее часто смотреть, нужно выработать такой вот какой-то механизм у себя, последовательных действий, когда вы после каждого своего какого-то действия в бою, там стрельнули куда-то, посмотрели, вышли с прицела, нужно все время посмотреть на миникарту. Что мы на ней видим? Что у нас ПТ-шка справа в углу светится, Арчер там или что, Т67 на центре светится, мы едем пока что заниматься КВ-1. Если мы часто будем все это делать, проверять на миникарте, кто чем занимается, то со временем у нас уже будет изначально в голове откладываться, в какой точке на миникарте у нас есть прострел, куда у нас есть прострел и в кого мы можем стрелять. Наш игрок едет заниматься КВ-1, это тоже один из вариантов, можно заниматься и КВ-1, Т67 может сейчас чуть-чуть назад отъехать, мы в него можем пострелять, Т-64 подставляется, мы можем в него пострелять, Ахиллес подставляется. Мы едем заниматься КВ-1 и тоже будем делать это неправильно. Посмотрите, как наш игрок едет заниматься КВ-1. Разве мы сейчас видим, чем занимается КВ-1? Он стрельнул, он не стрелял, он заряжен, разряжен, у нас какая-то информация по нему есть? Он смотрит на нас или на нашего союзника, который стоит правее. Куда сейчас смотрит КВ-1? Мы не знаем. Почему? Потому что мы в снайперском прицеле выезжаем из-за поворота. Нужно посмотреть, что там делает КВ-1. Он смотрит не на нас, то есть в теории мы можем быстро выехать, стрельнуть и заехать. Мы выезжаем, долго готовимся к стрельбе. Видно, что КВ-1 уже обратил внимание на нас. И если он заряжен, он может нам прописать жирную пиздюлину. И нам нужно заезжать назад. Мы успеваем там куда-то стрельнуть в край башни и заезжаем назад. Выезжаем опять, стреляем. И даже если КВ-1 был КД, то уже за это время он должен был зарядиться. И мы снова на него лезем. И нам везет, что он нас не пробивает. У него фугасница, которая может нам сразу полхп слить в начале боя. Мы танканули 370. Отлично. И мы опять лезем куда-то. Куда мы лезем, мы не видим. Нельзя так в картошке выезжать. У нас есть камера третьего лица. Мы сначала смотрим, куда вылазить. Можно ли вылазить, нужно ли вылазить. И в тот момент, когда враг нам разрешает бесплатно выехать, дать тычку, в тот момент мы и вылазим. Вот так вот выезжать нельзя. Во-первых, это долго. Во-вторых, это очень опасно. И у нас нету никакой информации. Это неправильно. Навелись аркадным прицелом туда, куда хотим стрелять. Шифтом вошли в прицел, стрельнули, вышли, уехали. Все. Не нужно выезжать из-за поворота и лозить долго в прицеле. Это ошибка, которая сливает очень много хп вашего, если вы так играете. Теперь, после того, как мы позанимались КВ-1, причем позанимались крайне плохо, мы едем сюда смотреть. Видно, что у этого игрока нету такого понятия после каждого действия смотреть на миникарту. Если бы он этим занимался, он бы уже пострелял в Тайп-64, который тут подставлялся, в Т-67, в Ахиллеса, который здесь подставляется. Но он просто поковырялся с КВ-1. Понял, что КВ-1 уехал. Ну, надо сюда ехать. Там делать типа нечего. Приеду сюда. Приезжаем сюда. И там где-то Т-34-85. Стреляем успешно. Отлично. Упреждение было взято не совсем, но в краюшек мы попали. Видим там где-то вдалеке от Т-2. Стреляем, все хорошо. Слева у нас танки подставляются. Но мы вот так вот переводимся в прицеле. Не выходим, никого ничего не проверяем. Не проверяем, где там есть прострелы, где нету прострела. Просто вводим прицелом туда-сюда. Это неправильно. Стреляем сейчас сквозь скалу. Обратите внимание, что человек на мини-карту не смотрит. Это очень сильно заметно. Вот наш танк. Вот указка. И мы стреляем через здоровенную скалу насквозь. По мини-карте видно, что там скала здоровенная, и мы в нее тупо лупим. Как нужно делать в картошке? Приезжаем на позицию. Удобную, приятную, не опасную, с которой мы можем нагибать. Допустим, засветился КВ-2. Мы из аркадного проверили, контура нет. Значит, и в прицел заходить туда не надо. Проверили, допустим, здесь Т-34-35. Контур есть. Заходим в прицел, выцеливаем, стреляем, выходим, смотрим на мини-карту, потом смотрим вокруг на экран. Не нужно прицелом юлозить по экрану, это очень долго, это не информативно, и вы пропускаете массу событий в бою. Чтобы максимально быстро реагировать на все события в бою, вам нужно из аркадного прицела проверять, кто где светится, не светится. Контур есть, вошли, стрельнули, вышли, посмотрели на остальных, посмотрели на мини-карту, опять проверили контур, вошли, стрельнули, вышли, все. Это не должно занимать много времени. Вы пропускаете очень много, и игрок в данном бою тоже пропустил очень много. Он пропустил стрельбу и по Т-67, и по Т-64, и по ПТ-шке, которая там справа стоит. И это все происходит очень медленно. Сейчас вот справа там танки еще светятся. Мы не выходим после выстрела из прицела, и не смотрим, что происходит вокруг. У нас должна быть полная картина боя. Сейчас засветился танк. У нас ноль реакции на то, что засветился танчик. А этот танк светится вот, прям перед нами. И мы вообще на это не реагируем. А если он так близко светится, то мы, скорее всего, тоже светимся, получаем пиздюлину, и опять в свету лезем туда же, где мы только что получили. И мы не проверили, кто где там светится, не светится. Может быть, нас полкоманды сейчас выцеливает. Этот танк, этот, этот, этот. Все в нас, допустим, целятся, стреляют, и мы умираем. Но вместо этого мы вылазим куда-то там в скалу стреляем, в нас стреляют, и мы дальше стоим. И вы видите, насколько долго человек проверяет. Вот эта вот проверка, есть ли прострел на врага или нет, она очень долгая. Не нужно входить в прицел, чтобы проверять. Просто вот так вот прицелом поводи, нету контура, значит и нет прострела. Столько времени было потрачено на то, чтобы поюлозить здесь на бугорке. Еще и пиздюлей получили, это еще нам повезло, что мы мало получили. Повезло нам, что тяжик нас в начале боя не пробил. Здесь везения в этом бою очень много. Мы уже могли, в теории, сдохнуть. Вот такие вот проблемы основные в этом бою. И они, в принципе, не новые. И снова нам везет. Снова враг светится перед нами, и вместо того, чтобы проверить, а как он там вообще, может он нас зацелил, и он действительно в нас целился. Нам повезло, что он под большим углом стрельнул в ВЛД и не пробил. Но мог сейчас просто очень большой кусок ХП у нас отнять. И вот опять мы вылазим, челики в нас смотрят, и мы получаем наконец-то пиздюлей. Столько было ошибок, и только сейчас нас наказали. Нас должны были наказать уже давным-давно. Сейчас мы выехали плохо, нет прострела на КВ-1, но все равно дальше целимся, и опять на него вылазим, и каким-то там чудом через скалу убиваем. Повезло. Сколько же ошибок было в этом бою. Просто каждый раз одни и те же. Причем они повторяются, и нам очень сильно везет. Сейчас П-43 куда-то стрельнул, не попал. Мы тут что-то рамбуем, стреляем, убиваем. Вообще чудом повезло, что мы дожили до такого этапа боя. Если бы мы играли хорошо, у нас было бы больше урона. Это раз. Больше очков прочности. У нас бы осталось это два. И сейчас, когда начинается финальная фаза боя, у нас было бы практически полное ХП. Оно должно было быть полное. Все ХП, которое мы в этом бою потратили, мы его потратили по ошибке. И в конце боя это ХП бы нам понадобилось. И в конце боя мы могли бы его разменять и довести более уверенно бой до победы. А сейчас нам нечего разменивать, потому что мы весь бой на ошибках играли. Абсолютно весь бой на ошибках. И тут уже в конце боя счет начинает выравниваться. И бой, в принципе, уже становится более-менее равный. Было очень много шотных у врагов, и они начинают умирать. Хотя ХП у нашей команды тоже мало, но наши держатся, враги подставляются. Вот, в принципе, и все. Вот такие вот ошибки были в этом бою, и они очень сильно понижают, во-первых, процент вашего выживания. А если вы много умираете, вот видно, что чел не смотрит опять на миникарту. Сзади там танки приехали. И он только сейчас это замечает, потому что он снова в прицеле там что-то ковырял. Не нужно в прицеле высматривать врагов. И нам снова сейчас повезет, что враг, ну, такой вот несмышленый какой-то попался. Весь бой на везении мы провели. Просто очень жесткое везение, что враги крайне слабые. И сейчас в игре очень сложно свои ошибки найти, потому что враги ошибаются порою еще жестче, чем ты. Казалось бы, ты весь бой на ошибках проводишь, но враги проводят бой еще хуже. Поэтому тяжело понять, где ты ошибся. И про это видосик тоже скоро будет. Про разборы своих ошибок. Потому что, ну, как их разбирать? Сзади танки приехали, мы стоим вперед смотрим. А на миникарте было видно. Было видно, что сзади танки приехали, и мы стояли вперед просто смотрели. Нету у человека такой вот привычки смотреть весь бой по миникарте. У него есть привычка юлозить прицельчиком по экранчику, чтобы, а вдруг там прострел есть. Вот такие ошибки, не совершайте их, чтобы процент выживания был выше, процент побед был выше. Вы тащили конец катки, потому что у вас будет хп больше, и вы будете хорошим игроком. С вами был Варочек, играть красиво. Всем пока.